Фонтан посреди заснеженных улиц. Минувшую ночь у коммунальщики Абакана устраняли последствия ЧП на водопроводе. Из строя вышел пожарный гидрант. В результате из-под земли вырвался многометровый столб ледяной воды. Причины и последствия происшествия в репортаже Натальи Гармашовой. Случись такое днем, даже представить страшно, какие последствия могли бы быть для прохожих и водителей. Но вечером в воскресенье улица Кати Перекрещенко была почти безлюдной. Случайные очевидцы запечатлели на свои смартфоны. Это редкое для Абакана коммунальное явление. Дорога рядом с 12-й школой в считанные минуты превратилась в водоем, а к утру в каток. Сегодня весь день здесь резвилась детвора. Взрослым же было не до смеха. Идти невозможно, а дети не дай бог упадут, ведь и ногу, и руку что угодно можно сломать. Но если проблема с гололедом решилась быстро, улицу днем подсыпали антискользящей смесью, то на устранение ночного фонтана потребовалось значительно больше времени. Сигнал о ЧП в городской водоканал поступил в 21.00. Уже на месте выяснилось, из строя вышел пожарный гидрант. Столб воды достигал высоты около 30 метров. Потери ресурса составили более 100 кубометров. Ремонтной бригаде пришлось перекрывать в округе много запорной арматуры. Из-за этого на пару часов были отключены 12 жилых домов. Откачать огромную лужу с улицы удалось только к 3 часам ночи. Было самовольное использование нашими сетями. То есть руководство 12-й школы решили заливать каток. Хотя у всех школ есть специальные краны, через приборы учета они должны заливать свои катки. Однако в 12-й школе с заявлениями водоканала не согласны. 12-я школа ледовое поле не заливала 17 ноября. Школа работает в штатном режиме. У нас никаких поломок водоснабжения нет. Учебный процесс не нарушен. Кстати, школьный каток для тренировок используют еще и дюз по хоккею с мячом. Но директор спортшколы в телефонном режиме заверил, к поломке гидранта учреждение отношения не имеет. А между тем коммунальщики уже подсчитывают убытки. Несколько десятков тысяч рублей потребуется на ремонт или замену гидранта, плюс потери воды, также внеплановый вызов ремонтной бригады. Кто заплатит по счетам, сейчас выясняется. Наталья Гармашова, Игорь Брюханов, Вести Хакасия.